Вы что, Бога не боитесь, что ли? Духовные люди примиряются. Написано, сильные должны сносить немощи бессильных. Духовные крестьяне идут навстречу к плоским. Духовные все скажут, да простите меня ради Иисуса. И духовному не стыдно, он духовный. Он понимает, тот слабый не поймет. Мы все считаем себя сильными, но порой поступаем так слабо. Непрощение. Друзья мои, вы знаете, сейчас будет маленькая жесткая пища, но вы будете помнить ее всю вашу жизнь. Я жил в Таджикистане долгое время. 92% территории этой страны горы. И горы там, я вам скажу, вторые мили после Тибета. 38 тысячи горы в Таджикистане. И вот на этих высоких горных тропах, где человек не может пройти, сорвется, гордо шествуют горные бараны, их называют архары. И вот когда на узкой горной тропе, внизу пропасть, встретились два барана, как ты думаешь, чем закончится дело? Ты прав, они обои погибнут. А знаешь почему? Очень внимательно. Потому что один баран никогда не уступит второму барану, потому что это два барана. Аминь. Но если один из двух баранов овца, они выживают. Знаешь как? Овца ложится на живот и позволяет барану пройти по себе. Но разошлись и обои живы. Ты скажешь, а как же мое я? Дело в том, что я есть у барана. А у овцы я нету. Где Дух Святой, там кровь. И что интересно, братья и сестры, мы ведь все считаем себя овцами Христовыми. Аминь. А часто ведем себя как? Это аминь. Благословит нас Господь. Не просто называться овцами, а быть. И я умоляю. Во имя Иисуса Христа. Во имя Божьего мира свердия. Братцы, сладуга. Если у тебя с кем-то есть в этом собрании конфликта. Пожалуйста, не уйди сегодня. Прояви. Милосердие Божие. Дай Духу Святому в тебе поработать. Подойди. Подойди, примирись. Обними с Христом, что мы делаем. В тебе, Христос. Во мне, Христос. Один тур в нас. Что мы делаем? Да прости меня, Христос. Отправь СМС-ку. Посвони. Вырывай дьявола крючки из твоего сердца. Вырывай. Бог гордо противится. И если не прощение, это внешняя сторона гордости. Есть еще одна сторона внутренняя. Называется обида. Вы думаете, обижаются скромные? Нет. Обижаются гордые. Обычно сестры. Ну, слушай. Послушай. Меня обидели. Меня обидели. Меня. Меня обидели. Ну, подумаешь. Ну и что? Прости. Обидели. Благословит нас Господь. Когда ты живешь по духу, для тебя самое главное твой характер. Когда живешь по плоти, для тебя самое главное репутация. В чем разница? Репутация это то, что думают о тебе люди. А характер это то, что думает о тебе Бог. Репутация это то, чем считают человек является. Характер это то, чем человек является на самом деле. Репутация это фотография. Характер это лицо. Репутация появляется у человека извне. Характер рождается внутри. Твоя репутация это то, с чем ты приходишь в новый коллектив. Твой характер это то, что после тебя остается, когда ты оттуда уходишь. Репутация это то, что пишут у человека на надробном камне. Характер это то, что ангелы говорят перед престолом Божьим о нем. Друзья мои, я понимаю, репутация имеет ценность. Потому что Соломон говорил, что доброе имя лучше, чем и смертные богатства. Но хорошая, действительно хорошая репутация, она представляет из себя только отражение твоего характера. И поэтому Дуайд Муди говорил, позаботься о своем характере, а репутация позаботься сама о себе. Аминь. Итак, для Бога важно, что ты имеешь. Для Бога важно, кто ты есть. Во-первых, кто, а потом что. Настоящий успех состоит не в том, что мы имеем, а в том, кем мы являемся. И настоящее благословение заключается не в том, что мы будем иметь завтра, а в том, кем мы завтра встанем. И поэтому изменить свои качества, свой характер, свою сущность, это намного важнее, чем изменить свой бюджет. Главное не что я имею, а главное, кто я есть. И поэтому, когда мы приходим к Богу глухим, то вопрос о том, что мы имеем, уходит на второй план. И на первый план выходит главный вопрос. То, кем мы являемся. Обычно Бог работает в этом свете. Помните, Иисус сказал в Иоанна 15 глава, я лоза, вы вверху. Скажите, какая роль в этой ветке на себе плод просто несет или ветка плод производит? Виноградная лоза просто несет плод, а производит его лоза. Потому что если виноградную ветку оторвать от лозы и в эту землю, ветка засохнет и умрет. Виноградная ветка не может жить без лозы. Иисус сказал, вы ветви, я лоза. Все, о чем думает ветка, это постоянно питаться соком лозы. Потому что когда она питается соком, лоза несет на ней плод. Как только сок перестал поступать, ветка засыхает. Я, ты, мы, никто из нас не в силах произвести христианский характер. Это работа Духа Божьего. Это работа Иисуса Христа. Поэтому, когда я во кресте и питаюсь его соком, наполнен Духом Святым, тогда Дух Святой понесет на мне плод, который производит сам Он. Аминь. Дух Святой дает дары для служения. Основной принцип написан 1-я кредитная 12-я глава, вы знаете. Все сие распределяет Дух не как мы хотим, как Ему угодно. Это Его привилегия. Друзья, основной принцип служения. Что имею, то даю. Ты никогда не дашь то, чего у тебя нет. И поэтому, чтобы что-то людям дать, сначала узнай, что ты имеешь. Сначала узнай про те дары и таланты, которые Бог вложил в тебя. И когда ты это знаешь, тогда ты можешь что-то дать. Помазание, харизма, это результат отношения человека к своему дарованию. И когда правильное отношение, всегда будет помазание. Когда отношение неправильное и говорить не о чем. Когда ты живешь по плоти, когда ты в церкви много-много лет и до сих пор не знаешь свой дар и талант, тогда ты услышишь лукавый, ленивый рад. Уберите его. Но когда ты знаешь свои дары и реализуешь служение Богу, ты услышишь. Хорошо, добрый, верный рад. Войди в мою радость. Войди в мою радость. Мы служим Богу нашими дарами. Это служение в духе. Аминь. 1 Коринфянам 12 глава, стихи 4, 5, 6. Левая коронка написана. Дары различны. Дух один и тот же. 5 стих. Служения различны. Господь один и тот же. 6 стих. Действия различны. Но Бог один и тот же. Левая коронка. Дары, служения, действия. Результат. Правая коронка. Бог Дух, Бог Сын, Бог Отец. Послушай. Если ты занимаешь служение, на которое тебя поставил Господь Иисус, а не люди, и не ты сам залез. Тогда Дух Святой даст тебе дар именно для этого служения. А Бог Отец через результат покажет всем человек на своем месте. Аминь. Очень часто животный мир учит нас. Вы знаете, в животном мире каждый знает свой дар. Корова знает свой дар. Молоко. Знает свой дар пчела мед. Знает свой дар курица яйца. Они знают, что такое. И попробуй скажи, корова, очень надо. Снеси мне три яйца. Она скажет, ты что? Это не мой дар. Я не могу. Что имею, то даю. Могу дать только молоко. И курица мед не несет. А мы пытаемся. Брат, ты будешь делать это. Если это вню. Поэтому так важно знать, что я имею, чтобы что-то дать. Это привилегия Духа Святого. Отклик тебе твои дары и таланты. Для разумного служения Богу. Более того, друзья. Деяние 1.8. Вы примете силу. Когда? Когда советовала всток с Духой. Что интересно. Мы все считаем. Что мы в Духе. У меня вопрос. Где сила? Где эта сила, которая действовала в Евангелии в Деяниях? Где эта сила, которая людей к Богу влечет? Где эта сила? К сожалению, мы сегодня теоретически все знаем и понимаем. Можем рассказать, можем научить. Но вот практически, где оно есть? Вот это привилегия наших тесных отношений во Христе в Духе Святом. А это будет тогда результат. Вы примете силу. И вы знаете, многие годы я молился. Дух Святой дам мне силу. Дам мне силу проповедовать. Дам мне силу служить. Дам мне силу молиться. Дам мне силу жертвовать. И ты знаешь, Бог в общем-то силу и давал. Но получалось, что все равно я это делал сам. И всегда было какое-то неудовлетворение. Вот чувствую что-то не то. Но однажды я получил откровение. Дух Святой, не только тот, кто дает силу. Он сам и есть сила. Аминь. И когда я это понял, как легко стало. Раньше я молился Бог, помоги мне сделать это. Сейчас я молюсь Бог, помоги мне не мешать тебе сделать это. Я уже не прошу, помоги, чтобы я сделал. Я уже прошу, ты делай. А мне лишь бы не мешать. И ты знаешь, результат стал совсем другой. И давалитворение пришло. И радость и покой. Спасибо Духу Святому за то, что во Христе Иисусе Он свидетельствует Духу нашему. И мы имеем откровение от живого Бога. Благословит Он нас. Поэтому я не понимаю, зачем служить в немощи, когда можно служить Божьей силе. Колоссянам 1.29. Вот заявление Мужа Божьего. Я дружусь и подвязаюсь силою Его, действующего мне, могущественно. Аминь. Дай Бог, чтобы каждый видомым Духом мог дезновенно это слово сказать. И это не гордость. Это кровность. Это человек, который знает, кто в нем и он в ком. Это человек, который не мешает Богу действовать в нем и через него. Благословит Он нас. Друзья, еще одно интересное откровение. Знаете ли вы о том, что вечная жизнь это личное имя Святого Духа? И знаешь, почему я имею вечную жизнь? Только потому, что у меня живет Дух Святой. Не будет Духа Святого, и жизни вечной нету. Это слова-синонимы. Жизнь вечная и Дух Святой. И Дух Святой это его личное имя. И у меня вопрос. Зачем, имея жизнь Бога, зачем, имея жизнь вечную, жить жизнью у Бога? Жить жизнью здесь, в своей оплоте, человеку. Иллюстрация. Идет человек по дороге. На нем тяжелый рюкзак. Он весь грязный. Вспотел, он падает, он устал. И я проезжая мимо на тракте. Стало жалко. Остановился. Посадил его на кузов. Еду дальше. Смотрю в зеркало и вижу. Мой человек стоит на кузове, а рюкзак у него на плечах. Да с кем ты рюкзак? Ничего, ничего. Ты мне главное довези как-нибудь и на том спасибо. Это же мы, Господи. Мы живем со своими бременами. С проблемами по дороге жизни. Остановился Христос. Посадил свой грузовик спасения в церковь. Везет Царствие Божие. Он говорит, да с кем ты эту плоткую жизнь? Ничего, Господи. Ты мне главное вот туда довези, чтобы я сейчас с тобой. Да, там нормально. Спасибо, что вот главное вот там. Зачем, имея жизнь Божию, жить жизнью Бога? В нас жизнь Христова. Сейчас меня поймут сестры, которые постарше. Сестры, поднимите руку. Кто еще в Америке занимается загнутками? Есть такие? Есть. Слава Богу еще, да. И вы смотрите. Процесс первый. Процесс первый называется стерилизация. Банка должна быть совершенно чистой. Если будет банка грязная, она взорвется. Процесс второй. Наполнение. Наполняем банку. Огурцы написали, огурцы и помидоры пописали. Варенье, компот. И процесс третий. Загнутка. Это же принципы спасения. Первое. Голгофа. Это стерилизация твоей и моей банки. Чтобы она была совершенно чиста. Второе. Воскресение Иисуса. Наполнение нас Его жизнью. И третье. Запечатление Духом Святым. Чтобы это сохранилось до дня Его пришествия. Ибо я уверен, что начавшее ваше доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Друзья мои. Вот это вот и есть. Послушайте мысль. Без наполнения стерилизация теряет смысл. Вот представьте. Я прихожу домой, а жена моя банки чистит. Одну, пятнадцатую, сто пятнадцатую, двухсотую. На, ты что делаешь? Банки чищу. А зачем? Ну красиво же чистые банки. Но ведь если их не наполнить, кому нужны чистые банки? Аминь. К сожалению, большая часть нашего преподавания и проповедования сводится к одному. Научить христиан перестать решить. Это не есть цель Божия. Цель Божия познание Иисуса Христа Духом Святым. И когда христианин познает Иисуса Христа, отпадает грех сам. Вы поймите. Было время, когда греки ели хлеб из желудей. Они не знали пшеницу. И вот они сушили желудки, перетирали их, петели лепешки. Но так они не знали другого. Это была норма их жизни. И к ним приехал человек, который говорит, как вы это можете есть? Они на него налетели, так как ты можешь наш хлеб обсуждать. Он говорит, попробуйте хлеб. И когда греки вкусили настоящий хлеб, они сказали, вот такой хлеб должны есть мы. И с тех пор греки желудями кормят поросят. Ты понял мысль? То, что для них раньше была нормой, когда попробовали настоящее, поняли для поросят. Когда мы поймем настоящее Христа, Его благодать, жизнь в духе, мы поймем, да для поросят все это. Все это плоское, все это греховное. Вот на чем надо фокусировать все наше внимание. На познании Христа. И он сказал в своем Евангелии, сияет жизнь вечная. Да знаю тебя, единого истинного Бога. И вот это того, Иисуса Христа. Се есть жизнь вечная. Се есть истинный Бог и жизнь вечная. Познание Бога. Дорогие мои, пусть Бог благословит нас. Христиан, христианской жизнью не может жить ни один человек на земле. Христианство это Христос.